Чем-то этот вечер отличался, знаете, не так, как всегда. Вот я чего-то вдруг нарядился на работу ни с того, ни с сего. Погода была замечательная тогда, тепло, так рано, в общем, весна, в таком, в какая-то настроение на работу пошел. А она говорит, что вот у нее всю ночь идет уже там Кирилл плакал, а она не это самое. Да, собственно, дел-то особых и не было. У нее смену мы уже отстояли ночную. И, собственно, когда я шел на второй раз уже, да, на смену ночью, я, как бы, ну, собственно, все мы думали, что уже аппарат остановлен. Буквально там через пару секунд там произошел этот взрыв, да, так сказать. Но мы еще даже не знали, что это, потому что мы почувствовали только эту волну, эту ударную, то есть у меня в кабинете вышибла дверь, у меня все-таки там, ну, вы понимаете, да, стены, литой бетон, так сказать, там, метровой толщины. И я просто увидел, как у меня вот угол кабинета, да, вот как бы прогнулась стена, как резиновая, так сказать, вот так вот. То есть, вот, ну, и тут же сразу же стало темно, да, света нет, все в пару. Пыль, пар, темно. И вот жуткий такой-то звук, когда, знаете, шипит все кругом. Я не знал, что произошло, да, это могло быть землетрясение, не знаю, там, может, война началась, но только не про реактор, так сказать, мысли были. Это был мой оператор Виктор Екатеренко. Ну, я его узнал, собственно, только по голосу. То есть, лицо было обожжено, ну, понимаете, да, и в крови, и в этом. То есть, одежда была уже не белая, а, можно сказать, черная. Вот, а он мне сказал, значит, он еще в шоке был, но, тем не менее, говорят, сказал мне, что там, возле насосов, они были вместе с Геном Русановским, это второй оператор ГЦН, и что он там остался, чтобы я ему помог. Ну, его всего трясло, знаете, как в шоке человек. Просто показывал рукой, а там, а там что там, руины. То есть, я говорю, видел это все. То есть, понятно, что если он был там, то он погребен под этими, ну, под облоками. То есть, там, вообще, там, где был потолок, там просто было небо ясное, это все, сожжетное. В три часа я уже болевал во все, что называется, то есть, ну, уже эти первые признаки были. В шесть часов я уже даже сам в данный пункт идти не мог. Меня увели туда, в скорую засунули, отправили на ценчасть. Вечером следующего дня я уже прилетел в Москву самолетом, до нас отправили. Ну, первую группу врачи там отобрали. Из этого самолета, говорю, пять человек живых осталось. А они были эвакуированы вместе со всем городом. У меня было сделано 15 операций по пересадке кожи. Первый год ожоги-то они не сразу появились, они появились уже здесь, в Москве, в больнице. То есть, началось созревание. Потом, когда ремонт лежал, у меня кожа была, собственно, такая черная вся. Прямо как порошок, знаете, из ксерокса сыпалась. И сейчас, естественно, приходится много внимания уделять этому. То есть, избегать, например, там, вот я машину вожу, да, но сам ничего не делаю, не ремонтирую. То есть, бензин, масло, что раны заживают долго, кровь останавливается небыстро. Ну, в общем, есть ряд каких-то вещей, но к этому, в общем, привыкаешь, можно жить, да и нужно. Продолжение следует...